Кто рядом с тобою, и скажи, Дух Святой с нами, Он здесь. Аллилуйя! Слава Господу нашему! Будь ласка, присаживайтесь. Дякую вам, группа прославлення, музыканты, дякую вам. Драгоценные братья и сестры, я також хочу сказать вам, что рад приветствовать всех, кто сегодня на нашем собране, зібране, и нехай Господь рясно благословит каждого из нас. Еще раз хочу сказать витание всем тем, кто смотрит нас онлайн. Давайте мы поприветствуем всех тех, кто онлайн нас смотрит. Мы рады, что вы с нами. Слава Богу! Сегодня необычная тема проповеди. Я верю, такую тему положил на сердце мне сегодня, донести до церкви наш Господь и Бог наш. Она будет называться «Где мой крест?». Вот такой вот, знаете, вопрос. Где мой крест? Иногда солдаты ищут свое оружие, иногда рыбаки ищут свои спиннинги, которые заховала жена. Вот. А все ли христиане знают, где его крест? Повернись тому, кто рядом с тобой, и спроси, где твой крест? Я думаю, сейчас некоторые начнут доставать из-под рубашек золотые цепи с алмазными крестами, да? Вот мой крест! Животворящий! Но сегодня мы будем говорить немного не о том кресте. Сегодня мы будем говорить о кресте, о котором говорил нам Спаситель мира Иисус. Я предлагаю вам открыть свои Евангелия в любом виде, в печатном, гаджеты. А также он у нас будет высвечиваться на экране, это место из Писания. Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея, 10 глава. Читать будем сегодня с 34 стиха. Но, прежде чем мы начнем читать, скажу, что эта глава посвящена тому, что говорится в ней о том, как Иисус Христос отправляет своих учеников на проповедь Евангелия в Иудеи. И он им говорит различного рода наставления, предупреждения, а также он им говорит о том, что их ждет и как они должны это перенести. Поднимите руки те, кто считает себя учеником Христа. Не буду говорить, не поднимите те, кто не считает себя братья и сестры. Ученики Христа это все те, кто называет себя христианином. Теперь поднимите руки те, кто христианин. О, повеселее дело пошло. Так и есть с кем поговорить. Итак, мы начнем читать. Чтение, как некоторые священники говорят, от Матфея. Тут написано. Это слова Иисуса Христа. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, не достоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, не достоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня. Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Я думаю, что многие уже неоднократно читали или слышали это место из Писания, где сам Господь Иисус говорит ученикам, последовавшим за Ним, где Он говорит христианам, живущим сегодня в 21 веке, и предупреждает их о том, кто же на самом деле является последователем Иисуса Христа. Он предупреждает нас, что нас ждет невеселейшая прогулочка, знаете, на яхте, на катере на каком-то, или по лесу. Нас ждет серьезнейшая история, жизненная история. Он предупреждает нас, что, следовав за Ним, мы будем иметь скорби, что мы будем иметь гонения, что мы будем иметь проблемы, современным языком говоря. И предупреждает всех христиан о том, что кто следует за Мною, Он говорит, «Кто следует за Мною и при этом не берет, не несет креста своего, тот не достоин Меня». Следовать за Иисусом Христом можно по-разному. Можно на легке, можно на автомобиле, можно в шикарном храме с кондишеном, можно, можно перечислять бесконечно. Но Иисус говорит, что следовавшие за Мною люди должны все до одного нести кресты, и при этом каждый свой. И Иисус говорит, повчеркнул уже третий раз, «Те, кто хочет идти за Ним в Царство Божье, должен нести свой крест». Вот сегодня мы об этом и будем говорить. Так где же крест твой? Люди говорят, перенося какие-то жизненные проблемы, болезни, неудачи, поражения. Люди иногда говорят, это мой крест. Вы когда-нибудь слышали, ну, я лично несколько раз в своей жизни слышал, когда, ну, чтобы не сказать, взрослые люди делятся между собою в разговоре, кто из них чем болен. И каждый старается выставить себя самым серьезным, самым великим больным. Помните, как тот Карлсон говорил в мультике, «Малыш, я самый больной в мире человек». Вот некоторые христиане делятся между собою своими проблемами и стараются себя как бы этими проблемами поднять, и при этом считают, что это их крест. Давайте же мы посмотрим. Мы должны ясно и четко понимать, что является Христом. Что не является нашим Христом, мы сегодня поговорим. А то, что является нашим Христом поистине, мы должны все-таки его нести с радостью. Ну да, придумал проповедник, нести крест с радостью, аж при прыжку. Это сложно. Но Господь говорит нам, что всякий, кто следует за ним, должен нести этот крест. Более того, Он говорит, что с радостью. Давайте мы, первое, что не является крестом. Давайте мы обозначимся. В некоторых пунктах, там меня просили пункты ввести. Ну так вот, давайте, первый пункт. Что не является крестом? Так себе и запиши. Что не является моим крестом? Иисус пришел в этот мир и пострадал на кресте ради нашего с вами освобождения. Ради того, чтобы нашу жизнь сделать лучше, прекраснее, чтобы даровать нам свободу. Посему, первое, когда люди говорят, что грех, который он не может побороть в своей жизни, является его крестом, это заблуждение. Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы на кресте, на своем кресте понести все грехи, грехи всего человечества, которые были совершены на планете Земля до его рождения, во время его жизни и после его воскресения. За всякий грех Иисус Христос понес наказание. Это был его крест, но не твой. Когда человек говорит, я не могу победить наркотики, они меня просто уже одолели. Но это мой крест, видимо. Видимо, до конца своей жизни я буду жрать, ой, извините, пить эту водку, курить сигареты. Я буду гулять по чужим женам. Это, видимо, мой крест такой. Но чтобы я долго не рассуждал, это заблуждение. Не может грех являться чьим-то крестом. Вы согласны со мной? Олег, ты согласен. Молодец. Один Олег и еще пару человек согласились. Братья и сестры, вы что, не согласны с этим? Согласны? Ну давайте, чтобы я вас чул. Итак, подчеркните себе. Или вы расстроились, что грех не является крестом? А такая была надежда. Такая ж надежда была, что курение – это все-таки мой крест. Ошибочка приключилась. Второе. Что не является крестом? Иисус Христос на кресте заплатил за все наши болезни. Слышали об этом? Не понял, не слышали? Мне что, начинать надо сначала? Иисус Христос заплатил за грехи и за болезни всех людей. Аминь. От всех болезней. Если бы болезни являлись нашим христианским крестом, то в таком случае обращаться к врачам. Пить таблетки – пункт номер один – грех. В таком случае нам не нужно просить исцеления. Мы должны влачить этот крест, полный таблеток, микстур, все врачи твои знакомые до конца своей жизни. Но мы же не хотим этого. Посему обратимся к Писанию, которое нам ясно и четко говорит, что болезни не являются крестом, о котором говорил Христос. В этой же главе, в 10 главе, если мы почитаем ее всю, мы увидим, что Иисус Христос, отправляя своих 12 учеников для проповеди Евангелия, говорит им, «Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Скажите, Господь не может же противоречить сам себе? Повернись тому, кто рядом с тобою, и скажи, болезнь не наш крест. Болезнь и я – вещи несовместимые. Да, мы можем иногда болеть. Да, приходят различного рода болезни. Инфекции и просто по своей невнимательности. Если я выйду зимой раздетый в короткой шортах, футболочке и буду гулять по улице целый день, то я, наверное, непременно простыну и сказать, что это мой крест будет нелепо. Посему болезнь – это не наш крест. Еще хочу вам сказать одно из многочисленнейших мест в Писании, привести вам такой пример, записанный в Иаково 5 главе 14-16 стихи. Здесь Господь через Иакова говорит нам, мне так хочется крикнуть, ротоподъем, некоторые уже заснули. Вот честное слово. Есть такие люди, которые уже спят на служении. Уставшие, утомленные под солнцем. Но ничего, недолго нам осталось летом. Написано в Иаково 5 главе. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвятеров церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в преступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного. Братья и сестры, хорошая новость. Молитву можно и нужно бороть молитвой. Ой, болезнь. Можно и нужно побороть молитвой. Веришь в это? Слава Богу. Иисус наш целитель. И Он дал нам такое оружие. Третье, что не является крестом у христиан. Это наше проклятие. Потому что Иисус освободил нас, оплатил за нас все наши проклятия. Ибо вы знаете благодать Господа нашего. Благодать Господа нашего, она же касается всех отраслей жизни, правда? Или какие-то отрасли жизни человеческой благодать обошла? Назовет ли мне кто-нибудь отрасль жизни человека, которую бы благодать Бога не распространялась? Есть ли такие отрасли в жизни? Нет. Давайте мы рассмотрим вот этот пункт номер три проклятия на одном простом примере. Бедность. Некоторые люди считают, что Он беден и это Его крест. В Индии, например, это вообще культ. Если ты рожден в бедной семье, ты обязан оставаться бедным до конца своих дней. Это твой, но там не крест. Это твоя жизнь. Ты так должен ее прожить. И тогда Бог, увидев это, смилуется над тобой. Ну, у них своя вера и своя религия неправильная. И тогда в следующей жизни ты, может быть, возродишься богатым котом. Ну, это такое дело. В богатой семье. Кот в богатой семье. Ну, это лжеучение. Но христиане, к сожалению, некоторые считают, что бедность – это Его крест. И Он должен быть таким. Некоторые считают, что богатые христиане вообще нонсенс. Их не может существовать, потому что они должны быть скромными, ну, какого-то такого вида неприметного, ездить на обычном велосипеде, ну, максимум велосипед с тачкой. Может быть, у каждого свое понимание. Вот люди так считали. Но когда они видят богатого, ассоциация у бедного населения, если он богатый, значит, он что? О, откуда вы знаете? Откуда вы это знаете? Я вам говорю, откуда это укоренилось в нашем обществе? Но бог говорит, на примере, что я заплатил за все ваши проклятия. Я вам хочу сказать, что бедность, или там, это не является чем-то постыдным, но когда это, понимаете, становится образом жизни людей, когда человек, находясь в этой клетке бедности, вечных долгов, считает, что надо смириться с этим и до конца своих дней так и жить. Это неправильно. Сегодня ты можешь быть на высоте, завтра ты можешь быть немного внизу. Но это такая вот жизнь. Но из нее надо всегда выбираться. И Господь, благословивший все отрасли нашей жизни, благословит нас и финансово. Те, кто будет искать. Бедность или там какие-то другие отрасли и виды проклятия не являются нашим крестом. Ибо вы знаете благодать Господа Бога нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. Бог не желает, чтобы мы жили в нищете. Бог желает, чтобы церковь Его, она была богатой, готовой в любой момент благословлять и давать, готовыми быть на всякое доброе дело. Как же может быть бедный, готов на всякое доброе дело благословлять, строить храмы, помогать бедным, нищим другим? Как ты сможешь это сделать, если ты сам беден? Церковь Христа никогда не будет бедной. Поэтому, братья и сестры, вычеркните из списка своих отраслей, в которых вы считаете, что вы несете в этом крест Божий. Это неправильно. Четвертое, что не является крестом Божиим, это последующие одна за одной какие-то провалы и неудачи. Некоторые думают, что вот такой мой крест, начну дело, рухнуло, начну дело, рухнуло, значит, это не мое, значит, это мой такой крест. Ну, вы простите меня за постоянно повторяющееся вот это слово-сочетание, это мой крест. Не будет это, не есть это крестом, потому что, подчеркну уже в который раз, Бог пострадал на кресте за все наши грехи, немощи, болезни, проклятия, и благословит нас, хотел их, сделал это, чтобы мы во всяком добром деле преуспевали. Итак, грех, болезнь, бедность и неудача не являются собой крест на нашем христианском пути. Это то, от чего нас избавил Иисус Христос. Вы запомнили это? Вычеркните это из своей жизни. Вы успешные люди во Христе. Вы здоровые люди во Христе. Вы свободны от всякого проклятия и греха. Воздайте славу Господу Иисусу. И если это есть в твоей жизни, тебе этого нужно объявить войну. Второе, второй пункт нашей проповеди, что есть истинный крест. Что есть истинный крест. Ну, вы все знаете, как выглядит крест. Вот он. Но это подобие того креста, который использовался в те времена, когда жил Иисус. Тот крест – это массив дерева с обчесанную корою, порою даже необработанными краями, имеется в виду, что он был порою круглый, с перекладиной. Перекладиной и основная балка скреплялись иногда веревками, иногда закреплялись с помощью каких-то там металлических скоб. Это не важно сейчас для нас. И на этом кресте приводилась в исполнение самая суровая и страшная казнь того времени. Евреи распинали и давали свое разрешение на распятие только лишь за самые страшные преступления. Для римлян это вообще была позорнейшая смерть. То есть, через такую смерть приводилось в исполнение наказания только самым страшным, негодяем, проклятым и так дальше. Это была весьма суровая казнь. Что же имел в виду Иисус, когда говорил о том, чтобы мы служили Ему, неся свой крест? Во-первых, пишите номер один, пункт номер два. Слушайте, как несложно проповедовать такими пунктами. Мне легче, как письмо прочитать. Но все же, первое, что является нашим крестом, означает отречение самого себя. Отречься самого себя. Вы знаете, это самое сложное. Самое сложное – отречься самого себя. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Это записано в Новом Завете. Послание Галатам, 5 глава, 24 стих. Крест, о котором говорил Иисус Христос, означает отвержение нас от нашей плоти. Дела плоти известны, и мы можем их перечислять. Блуд, воровство, пьянство, курение. Взять чужого. А, ну я сказал воровство. Их можно перечислять бесконечно. Похоть очей, похоть плоти. Гордость житейская. Как часто мы в своей жизни стоим перед выбором? Да, наверное, каждый день. Я думаю, не удивится никто, сидящих и в зале, что, будучи там, в миру, на работе, среди друзей, в отпуске, и вообще в любой сфере нашей жизни, мы стоим перед выбором. Отречься себя. И, знаете, как в Писании написано, теперь не я живу, живет во мне Христос. Отречься себя и посвятить свою жизнь Богу, либо сказать, Господь, подожди, я еще немножечко. Вот предлагают там, давай, смотри, как стоит ящик красиво. Давай-ка мы его подвинем километров на восемь, поближе к моему гаражу. И человек перед выбором мгновенно разбогатеть, хоть на чуть-чуть, либо убить в себе вот это желание, эту похоть, и сказать, нет, я принадлежу Христу. Так вы думаете, этот выбор для людей простой или сложный? Для тех, кто духовный? Для тех, кто с Богом давно? Вы думаете, легко? Я специально так начал. Тоже бывает нелегко. Вы думаете, всякий христианин устоит, когда приходит искушение? К сожалению, не всякий. Так вот, отречься от себя, это значит перестать жить своими желаниями, вожделениями, перестать жить своим пониманием, но переключить полностью всю свою жизнь на волю Божью, для исполнения воли Божьей. Вы думаете, Христос не боялся идти на крест? Те, кто читал Писание, знают, что Он молился и просил Отца, если возможно, да минует чаша сия меня. Впрочем, не моя воля, а твоя, да будет. И Иисусу Христу этот крест сдавался нелегко, но Он, исполняя волю Отца, отрекся Себя полностью. Апостол Павло, написавший больше одной трети Нового Завета, я всегда говорю, человек, который не нуждался в жизни ни в чем, его будущее – это обеспеченное будущее. Он воспитывался у ног Гамалиила, он фарисей из фарисеев, из фарисейской семьи, он имел свой бизнес. На то время этот бизнес приравнивался к строительному бизнесу, по шитью палаток. Это был обеспеченный, имеющий будущее человек. Но когда он встретился с Иисусом, беля Дамаску, он понял, этот путь ведущих погибели, я буду служить Господу. И он отрекся с себя. Сколько раз его побивали камнями, давали ему палки, сколько раз и он тонул, и так дальше. Вы все читающие Новый Завет слышали об этом. Но он отрекся с себя. Ты готов действительно отречься с себя? Ты готов побороть свою плоть, свою похоть и следовать за Иисусом? Вот крест, который так тяжело нести, потому что мы все живем воплоти, потому что всех нас окружают люди, которые делают зло, и мы привыкли смотреть на это. И иногда, согласитесь, иногда приходит разочарование, а почему им можно, а мне нет. Но мы должны помнить, мы следуем за Иисусом Христом, неся свой крест. И какой крест тебе придется сегодня нести, знает только лишь Бог. Если мы выбираем путь Господа и распинаем всякую ложь, говоря правду, наша плоть умирает, а дух укрепляется. Если мы выбираем для своей выгоды, что сказать выгоднее сейчас ложь, а правда пусть помолчит, мы убиваем духовного и воскрешаем Плотского. Как часто нам выгоднее сказать ложь. Вы со мной согласитесь? Мы все в одном мире живем. Нам выгодно сказать ложь, потому что правду часто говорить невыгодно. Но это крест. И что ты изберешь? То, что сказал тебе сделать Христос, или то, что говорит тебе сделать твоя плотяра. Обиду нести. Так удобно. Обижаться. Так удобно. Как-то брат Миша однажды сказал на пастырской, обижаться выгодно. Обижаться действительно выгодно. Ты в таком положении, что тебе все должны. Ведь ты же обиженный. Тебе все должны. Меня же обидели. Я жертва. Ох, какая ж я жертва. А Бог говорит. Прости. Расстанься с обидой. Ну так, кто ж тогда меня увидит, что я в скорби и печали. А сатана говорит нет. Ты все-таки продолжай обижаться. И пускай все тебя увидят. Вот тебя несут в гробе. Все плачут. Все рыдают. Какой был человек? А ты говоришь им из гроба, так вам и надо. Вы будете знать, как меня было обижать. Какой крест ты возьмешь? Прощение или обиды? Ну что-то я задержался на этом пункте. Пункт номер два. Иисус Христос предупреждает, и мы сегодня с вами читали здесь, что следующих за Ним людей, несущих свой крест, ждет поругание, и Он должен его терпеть. Если мы хотим следовать за Христом, мы должны знать, что нас будут гнать, неправедно злословить, будут выгонять из, как там написано, из синагог, но я не буду сегодня говорить на религиозные темы, но мы будем терпеть поругание. Нас будут всячески злословить и обзывать. Готов ли ты к этому? Когда ты, принимая водное крещение, говорил Богу, я обещаю служить тебе в чистой и верной совести до конца своих дней, служение Богу подразумевает и предвидит, что рано или поздно в своей жизни ты столкнешься с проблемой, которая называется поругание. Ты будешь плакать. Тебя будут неправедно обзывать штунда, сектант, да таких, как вы, мой дед, в пятидесятом в тюрьму садил. Плевать будут, обзывать и неправедно злословить, когда ты пойдешь на евангелизацию. А не поэтому ли ты боишься евангелизировать? Не поэтому ли ты боишься сказать то, что тебе поручил говорить Христос? Не поэтому ли ты боишься засветиться в обществе как верующий человек? Я думаю, что одна из причин именно это. Нам некомфортно становится, когда на нас стычут пальцем и при этом еще что-нибудь говорят. Но ты знать должен, что Иисус предупреждал тебя и говорил тебе, что следующий за Мною будет гоним, как и Он, и Иисус был гоним. Ты готов к этому? Нас будут гнать до конца дней этой земли. И как Христос говорил, и настанут времена, когда убивающие вас будут думать, что тем служат Богу. И Иисус предупреждал. Вы думали, нести крест, это так легко? Сейчас половина зала решит, пойду-ка я лучше куда-нибудь в другое место. Но я ничего не говорю от себя. Я говорю то, что сказано Богом, то, что Дух провещевал. Если кто-то видит в чем-то, что я говорю неправду, вы можете сказать мне об этом. Но я говорю все, что сказал Иисус Христос, не добавляя от себя ничего, только современные примеры. Третье, что является нашим крестом, это гонение. Не поругание уже, а гонение. Мы с вами живем в христианской стране, так называемой христианской, потому что здесь государственная вера к христианству. И мы с вами только что говорили о поруганиях. И за что же это нас ругают? За проповедь Христа. И нас ругают христиане, не до конца познавшие любовь Отца. И мы как бы снисходительно к ним относимся. Ну, братья и сестры, Господь о вам откроет. И иногда все-таки боимся. Но вот когда придут гонения, мне нравится одна история, которая произошла в Пятидесятничественской церкви во времена страны Советов. Трое братьев решили все же проверить искренности веры своих братьев и сестер в церкви. И они оказались довольно-таки неплохими шутниками. У одного из них был родыч, служивший в милиции. И они оделись в милицейскую форму в стране Советов, на тайном собрании. Они приходят в зал в милицейской форме и говорят, кто останется, поедет с нами. Кто уйдет, свободен. Пять минут времени. И вы знаете, как, говорят, было интересно наблюдать. Это старый просвитер рассказывал. Как один за одним из зала начали покидать служение верующие люди. Осталось немного. Не помню, не буду выдумывать сколько, но оставшимся эти три шутника сняли фураги, скинули с себя форму и начали обнимать и целовать и говорить, вы истинные наши братья. Ох, и мы досталось от просвитера, конечно, потом, но зато стало ясно, кто есть кто. Гонений еще не было у нас. А вот представьте себя на месте верующих в Китае, в Арабских Эмиратах, в странах, где являются государственной религией мусульмане, ну, как это, Коран. Спасибо, ислам. Не буду ничего больше говорить, а то прям таки, как в Турции хотел сказать что-то. Представьте себе, когда за проповедь Евангелия вам не то, что скажет, ах, ты сектант, как мне одна бабуля говорила, Серожа, и ты в эту секцию пошел. Когда узнала, что я пятидесятник, и ты в эту секцию пошел. А там грозит смерть. Один проповедник рассказывал, что будучи в Кабуле, в Афганистане, при входе в отель, в котором живут только иностранцы, большими буквами висел плакат на английском языке, на арабском, Библия, самая опасная книга на земле. Это, чтобы сразу закрыть рот всем проповедникам. Вот это гонение. Мы, конечно, молим и просим Бога, чтобы Он продлил благодать на Украине. Мы просим, и Он благословляет нашу землю. Не переставайте молиться за это. Вы слышали новости, что в Белоруссии, в которой как бы официально является основной религией или верой в Бога, это христианство, сносят протестантские церкви, будут дозирать, просто сносят, служителей садят турма. Это гонение. А ведь как просто сказать все, 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 чур, я в домике, я уже не христианин. Как дети, знаете, маленькие, чур, чур, я в домике, не трогай меня, я уже не играю. Но придет время, испытано вера будет каждого. Четвертое. Или нет, хватит. Можно сделать из этого, братья и сестры, вывод, что христианин, который отверг себя, переносит тяготы ради Господа и Иисуса и претерпевает гонения за свою веру, несет истинный крест, который должен нести каждый христианин. Если что-то в твоей жизни есть из того перечисленного, что мы говорили только что, что является крестом истины, то ты действительно следуешь за Иисусом. Если ты смело идешь за Ним, то ты настоящий христианин. Итак, первое, о чем мы говорили, что является крестом, это твоя вера в Иисуса Христа и отречение самого себя. жизнь по принципу теперь не я живу, живет во мне Христос. Когда ты борешься со своими похотями, когда ты борешься со своими греховными плотскими желаниями и ты их побеждаешь, когда ты выбираешь говорить истину и правду, это твой крест, это крест христианина, и ты достойно его несешь. Второе, когда ты смело переживаешь различного рода поругания, при этом ты исполняешь волю Божью, что толку, или вернее, является ли крестом, когда тебя будут ругать за то, что ты, будучи христианином, украл. Ах ты штунда, ты вор. Это не крест. Ты вор. Но когда ты получаешь оскорбление за то, что ты проповедуешь Иисуса Христа как спасителя мира, когда ты всей своей жизнью показываешь, что ты последователь Христа и при этом тебя продолжают злословить, это крест, о котором говорил Христос, и ты следуешь правильно, неся свой крест за Иисусом. И третье, это когда ты подвергаешься различного рода гонениям за проповедь Христа, за свою веру, когда твоя жизнь подвергается опасности, как у тех евангелистов, которые ездят по всему миру, когда их не только готовы посадить в тюрьму, но просто их жарит на костре племя людоедов. Вы просто этого еще не видели, да и я этого не видел, что там говорить. И слава Богу, что мы живем в свободной державе, где мы свободно можем проповедовать Иисуса. И заметьте, нам за это ничего не бывает, кроме как оскорбительного штунда, сектанта. Остальное все зависит только от нас. «Мы не должны молиться о том, чтобы Господь забрал у нас этот крест». Услышьте меня. «Мы не должны молиться о том, чтобы Господь забрал у нас этот крест». Но мы должны молиться о том, чтобы Господь дал нам силы Его нести. Как легко идти за Христом, не неся свой крест. Пришел раз в неделю на собрание, ну, может, заскочил на домашечку, наелся печенье, напился чаю, поговорил, посплетничал и ушел. Дома на работе ты такой же, как ты и был все свои 40 лет, ничего в твоей жизни не меняется, но ты на служение приходишь, так удобно. Тебе не надо ходить на евангелизацию и выслушивать от людей оскорбления. Тебе вообще ничего не угрожает. Будучи на отдыхе в любой стране арабской, ты запросто идешь и посещаешь служение в мусульманских мечетях, стоишь рядом с ними на коленках, в Индии ты молишься на какую-то корову, обращаешься к бабкам, потому что тебе хочется поскорее избавиться от чего-то, просишь, чтобы тебе приворожили жениха, на шее у тебя здоровый христианский крест, о котором ты говоришь, это мой крест. Ты и христианство совершенно незнакомые люди. Но это так удобно. Ты же везде позиционируешься, как христианин, и дома у тебя на стенке есть Библия, на полочке стоит. Какое удивление было у одного человека, когда он в одной из своих Библий нашел 500 гривен, которые ему подарили на день рождения. А он их так долго искал. Есть притча об очках, а тот реально из жизни 500 гривен в Библии нашел. И вот искал, говорит. Что же происходит с человеком, когда он несет истинный крест? Это пункт номер 4. То есть 3. Отставить. 3. 3. Когда мы несем свой крест, самое главное, что Иисус Христос нас считает своими последователями. Вы услышали меня? Не люди, а Иисус Христос. Он же видит все. Он знает все. Иисус Христос считает своими только тех. Считает достойными себя. Как он говорит, кто не несет, тот не достоин. А кто несет, значит, достоин. Иисус Христос считает его своим последователем, учеником. И не побоюсь этого слова, другом. Потому что следуем за Ним. Этот человек будет наполнен всегда Духом Святым. Потому что и всегда исполняющий волю Божью будет наполняться Богом, Духом жизни, Духом силы, целомудрия. Когда ты будешь нести свой крест, то тебе не нужно иметь пять верхних образований для того, чтобы проповедовать Евангелие. Ибо Дух Святой, наполнив тебя, даст тебе, что говорить. И поругаем ты не будешь в своей мудрости. Потому что мудрость – это от Бога. В Матфея 5 глава в 11-12 стихах написано. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Что будет иметь человек, несущий крест Иисуса? Награда тебя ждет на небесах. Такая награда, о которой ты сегодня даже и помыслить не можешь. На небесах не котируются шикарные дома и автомобили, не котируются вещи и украшения. Там имеет ценность только лишь взор и слова Спасителя Иисуса. «Хорошо, добрый и верный раб. В малом ты был мне верен. Над многим тебя поставлю». Друзья мои, самое главное, что будет иметь человек, несущий крест за Иисусом Христом, награда на небесах. «Но ведь мы все идем за Христом, только ради этого, что лукавить?» Вы со мною согласны или нет? Бедный человек, который идет за Христом в надежде, что Бог и Церковь помогут ему решить какие-то проблемы, финансовые, проблемы со здоровьем. Бедный – это человек, потому что все это сгорит. Что не сгорит, это лишь только твоя вера и любовь в Иисуса и жизнь вечная с Ним на небесах. Ради этого мы все и идем, потому что Он обещал нас привести в Царство Отца, в вечное Царство, в рай. Мы поэтому за Ним и идем. Повернись к тому, кто рядом с тобой и скажи, мы обязательно дойдем. Иногда мы можем, следовая за Христом, наткнуться на серьезнейшие проблемы, повторюсь, на работе, в семье. Как говорил Христос и предупреждал нас о том, и домашние будут враги. Но если ты останешься верным Христу, ты обязательно получишь свою награду. Если твои родственники, семья твоя восстали против тебя лишь только потому, что ты стал по-настоящему верить в Иисуса Христа, радуйся и веселись. И с радостью смотри в будущее и с верою в то, что и они будут спасены. И они возрадуются тому, что ты был верным. Братья и сестры, что вам еще сказать? Где твой крест? Я еще раз тебя спрошу. Где твой крест? Ты его бросил на обочине? Или ты все-таки сейчас развернешься, пойдешь и заберешь его в следование за Иисусом Христом? Однажды придет момент, когда этот крест проложит тебе дорогу в Царство Бога. Беден человек, который придет к этому оврагу, как помните, это рисунок, да? А креста-то нет. И тогда он спросит, а где мой крест? Да ты его бросил лет сорок назад, беля ганделыку. Если есть время, сгоняй, забери. Братья и сестры, я приглашаю вас к молитве. Я приглашаю вас к молитве. Когда я готовился к этому слову, я думал, говорить, не говорить вам об этом. Ну так о чем же говорить тогда в церкви, как не об этом, да? Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен. А тут про крест нести так неудобно, так невыгодно. Быть может, сломя голову, кинутся за приобретением богатства земного, а? Ведь оно видно, оно здесь, оно рядом. Его можно пощупать, на нем можно промчаться по Василькову с открытым окном, чтобы все тебя бачили. На Мерседесе накрал гроши. А ты им так вам надо? Или все-таки в парке тихо проповедовать Евангелие, при этом выслушав не единожды, какой ты нехороший человек, потому что, видите ли, ты проповедуешь Бога. Что выбрать? Говорить правду? Или так часто выгодную ложь? Семочка, как я выгляжу, как вам мое новое платье? Ой, Сара, вы опять нарываетесь на скандал. Так бывает и с проповедью Евангелия. Что выбрать? Я выбираю крест. Что выберешь ты? Всегда ли он держится крепко на плечах моих? Ну что ж, скажу честно, не всегда. Бывает, он падает. Бывает, он падает, его нужно снова наклонившись поднять. Наклонившись, это значит осознать. А что ж мне дальше идти без него? Без него надо просто разворачиваться и уходить в мир. Смысл хождения без креста. Возвращайся туда. Я призываю вас, возлюбленные Богом, братья и сестры, сейчас, вот прямо сейчас, задуматься. Идти с крестом или идти в припрыжку? В пустоту. С крестом за Иисусом в Царство Божие. Без креста. Я приглашаю вас, тех, кто принял решение взять все-таки свой крест и идти дальше, помолиться о том, чтобы Бог дал нам силы, следование за Ним, силы нести этот крест. Они дарованы нам в Духе Святом. И вы примете силы. И не только в проповеди Евангелия, но и в следовании за Ним. Кто готов молиться, склоните головы свои пред Богом и молимся об этом. Иисус, Ты Господь наш и Бог наш. О, великий Бог, не мы Тебя избрали, а Ты. Это Ты избрал нас и призвал нас в дом Отца. Это Ты назвал нас по имени и услышал крек сердца нашего, Духом Святым Твоим, разбуженного. Ты разбудил наши сердца, наши чувства, наши мысли. И мы, однажды услышав Тебя, приняли Тебя своим Богом. Спасибо Тебе. Ты доверил нам, Господи, самое ценное проповедь Евангелия на этой земле. Спасибо Тебе. Ты сказал нам, Господи, чтобы следовали за Тобою и исполняли волю Твою. И этим угодим Тебе. Боже наш, Ты дай, будь ласка, силы каждому из нас в следовании за Тобою. Дай силы нам нести этот крест, порою настолько неудобный, колючий, необтесанный. Боль иногда разрывает сердце и разум, но Ты, Господи, дай нам силы его нести, не волочить, не толкать, а нести, как Ты нес его на Голгофу. При этом, Господи, не унывая, не ропща, но с радостью, с радостью глядеть на востояние. Боже, Святый, я молю Тебя о братьях моих и о сестрах, тех, кто ослабел. Укрепи, ибо человеческою силою это сделать невозможно. Лишь только силою и любовью Твоею, Дух Святой, во имя Иисуса Христа. Благослови, братьев и сестер, благослови и наполни Церковь нашу. Пусть мудрость Твоя, она исправит все наши кривые пути. Бог наш, мы смиряемся пред Тобою. Ты – Господь наш. Ты – Бог наш. Ты – Хозяин наш. Ты – Царь царей и господствующий над всеми господствующими. Ты – Владыка неба и земли. И мы принадлежим Тебе. Тебе мы воздаем всю славу, честь и хвалу во веки веков. Аминь. Дорогие братья и сестры, может быть, в этом доме есть люди, которые сегодня нуждаются в том, чтобы Бог простил вам ваши грехи. Прощение грехов – это прерогатива лишь только Бога. Лишь только Он может прощать, потому что грех – это деяние против воли Божьей. И если ты в своей жизни совершил грех, тебе нужно покаяние. Нужно, чтобы Бог простил тебе его. святых, безгрешных людей, то есть, не существует. Все мы согрешили, и все мы нуждаемся в прощении. Дорогой друг, если ты хочешь, чтобы Бог сегодня простил тебе все твои грехи, я приглашаю тебя выйти вперед, и мы вместе с тобою помолимся к нашему Богу. И на основании Библии, авторитетом Библии, я заявляю тебе, Бог простит тебя. Простит тебя, потому что Он любит тебя. Потому что пошел на этот крест ради тебя, ради спасения твоего. Иисус распят был на кресте. Это Его крест за тебя, за нас всех, за всех живущих на этой земле. И нету другого имени под небом, коим надлежалось бы человеку спастись, кроме имени Иисуса Христос. И не важно, сколько ты ходишь в церковь, не важно, сколько тебе лет, не важно, какими грехами ты грешил, не важно. Любой грех, его можно уничтожить и уничтожить лишь только покаянием. Любой. Рядом с Иисусом висели убийцы, которые убили людей во время мятежа. Но Иисус одному из них, который признал Его своим Господом, который признал в Нем Бога, этому убийце Иисус, через Его покаяние сказал, ныне же будешь со Мною в раю. Люди могли бы и осуждать это, но Бог так решал. И Бог не изменен. Какой бы грех в твоей жизни не был, как бы он ни назывался, Бог желает его тебе простить. Но для этого нужно лишь только одно. Твое желание, твое покаяние, твое обращение к Богу со словами «Прости меня!» «Я был неправ!» Может быть, ты сегодня впервые. Не стесняйся. Все христиане через это прошли. Может быть, ты смотришь это служение сейчас онлайн, и ты чувствуешь, что ты нуждаешься в этом. Там. Стань на колени пред Богом и помолись вместе с нами, и Бог простит тебя. Я жду еще буквально полминуты. Я знаю, в этом доме есть люди. Которые нуждаются в прощении, но почему-то ты боишься, стесняешься, робость одолевает тебя. Не бойся Бога и не стесняйся. Иди за Господом смело. Если вам удобно, если вам удобно физически, душевно, духовно, станьте пред Богом на колени, брат, сестра, будьте свободны. Если у вас не получается этого, будьте свободны. Это означает, мы смиряемся пред Господом. Кто не смог стать, склоните свои головы в знак своего смирения пред Ним. Если ты не вышел и стоишь сейчас в зале, молись вместе с нами. Повторяйте, пожалуйста, за мной эту молитву. Иисус Христос, спасибо тебе, что ты даешь мне эту возможность каяться пред тобой. Спасибо тебе, Иисус. Я каюсь за все свои грехи, за все зло, за все злые слова, мои неправильные мысли. Прости меня за них. Иисус, я осознаю, что был неправ. Прости меня. Я отрекаюсь от всякого зла и провозглашаю тебя, Иисус Христос, своим Господом. Иисус, ты мой Бог, ты мой Господь, и я принадлежу тебе. Дай силы мне следовать за тобою, исполнять волю твою. Научи меня любить людей, ценить жизнью и словом твоим. А всю славу за мою новую жизнь я отдам лишь тебе одному. Ты мой Бог, ты мой Спаситель. Слава тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Воздайте славу Господу, братья и сестры. Не спешите расходиться с теми, кто сегодня впервые вышел на покаяние, сейчас служителя познакомятся, подарят вам Евангелие. Напоминаю вам, что завтра в 19.00 наставництво 1 и все божающие, и все те, кто проходит его, вы можете присутствовать на нем. В 19.00 здесь, в храме наставництво 1. Будь ласкей. Марина, пожалуйста. Продолжение следует... Продолжение следует...